Друзья, всем привет! Ввиду того, что процесс доставки автомобилей для военных это бесконечный процесс, да плюс у нас еще появились монтажеры и в свете вот этих вот событий споймали себя на мысли, что мы пропустили один выпуск. Ну, он был реально самым сложным, один из самых сложных. Это была такая жопа страшная. Как мы с ней справились, именно об этом сегодняшнее видео. А что предшествовало этим событиям, я вот здесь вот оставлю ссылочку. Сойдите, посмотрите. Вот так вот пробили колесо, стоим, ждем, что на монтаж должны приехать. Около 50 евро стоит здесь, поменять один только сосок со снятым колесом. Мы должны снять колесо, а человек приедет, поменяет сосок в колесе, и это стоит в районе 50 евро. Подъехал парень на Ауди, попросился подкачать колесо. Увидел, что мы, откуда спросил, мы сказали, с Киева. Вот едем, гоним машины на ЗСУ. И говорит, я вам, давайте я вам переведу деньги на благотворительность, на помощь. Я готов помочь деньгами. Ну, приятно, приятно. Большая просьба для всех русскоязычных иностранных зрителей. Друзья, поймите такую простую истину. Я все-таки украинец. Иногда перехожу на украинский язык, поэтому не сочтите за труд. Иногда переворачивайте, переворачивайте. Включайте субтитры, если я вдруг забыл. И да, огромное всем большое спасибо, в том числе и иностранцам, которых очень много, которые нам помогают, которые донатят денег. Вы донатите, мы привозим автомобили. До речи, насправді, дуже неочікувано отаку зустріти в іншій державе людину. І та, що проникається самою ідеєю того, щоб пошвидше вибити ворога. Але хтось допомагає коштами, хтось допомагає ще якось. І разом ми дійсно зможемо перемогти. Ну, я принаймні в це вірю. Я просто трохи вражений вночі зустріти людину, котра так, 500 доларів. Те де? Держіть, пацани, на машину. І, до речі, швидку медичну допомогу одну ми вже пролюбили. Ну, хотіли придбати, але не встигли. За ними, до речі, також дуже весело полювання починається. Тому швидкої медичної допомоги, ну, принаймні, карети швидкої помощи в цей раз не буде. Я думаю, що це наступний тиждень. Ми назбирали вже щось там у нас біля було 30 тисяч гривень, плюс додав 15, це 45. І біля 30 було вже у Євгена. Ну, тобто, 2 з половиною тисячі євро вже є. Можна вже плюс-мінус щось стареньке шукати. А якщо більш-менш цікаве заряжене, то це біля 7 тисяч євро. Але спочатку треба повернутися в Україну, роздати ці 6 автомобілів. А от момент ця скоро я попрошу запомнити, тому що в кінці буде неожиданна розв'язка. Що стосовно шиномонтажу, визвали шиномонтаж. Хлопці будуть там на протязі години. Ми намагалися там заклеїти цього соска. Але то якась шляпа. Ну, неможливо клеїти то, чого вже струхло. Тобто, ми приклеїли в одному місці. Ну, сука, відвалились в іншому. Піпець, якесь западло. Дівчата у нас, до речі, перша Таня. Так, я нікого не чекаю. Я швидесенько сама ривочком. Я трохи в шокі кажу. Зараз колони, поїдемо, все нормально. Ні, я сама поїду її. Вона, напевно, щось знала. Поїхала. Потім ми відпускаємо ще одну пару дівчат. Всі дівчата уїжджають. Зараз телефонують. Десь вони вже в Польщі. І кажуть, ну що, вам номера брати? Ви вже там скоро, десь там, коли через 15 будете. Я кажу, дівчата, без нас. У нас мінус два колеса. У нас шляпа. І, до речі, ми стоїмо такого на дорозі. Ось автомобіль. І зсунутися ми нікуди не можемо, бо у нас колесо зняли. Одне, без колесо рухатися не можемо. І стоїм тут всім заважаєм. Короче, просто, тупо, біда. Типа, може ми самі зробимо? Ми вже два разу знімали. Ну, в смыслі, є такі? Та, а це саме 185 на 80, да? На 81, а вторе колесо там, по-моему, менше. Кстати, тут че, разнобой? Как ми їхати будемо? А тут все 185 ір-14. Цежки. Вот це колесо, що розмотало, оно було в віддільному розміре. Так, може достаємо? Надо, не надо? Надо, не надо. Како є колесо? Це лучше буде. Це крає? 185 на 75. Чем це, що у мене, 1895. Скільки стоїть? Тридцать євро? Та ну нафиг! Та не, ну давай. Не, за тридцать євро не треба. Давай. Для України давай вже 15 і закрали вопросы. Ну, конечно. Не, серйозно. Ну, машина київська. Давай. Пойдет? Конечно. Це? Два. Це. Це дам, да? Це, це ми ще дадим. Одно колесо, щоб його зазбалансувати. Начинається, не опять. Не, колесо мы покупаем, балансировка отдельно. Ну, в смыслі, ісбор. Давайте. Ще ще дам. Значи, нам надо. Меняємо этот хуйню. Вот здесь, вот здесь, на насосок поменять. На этом. Меняємо. Вот здесь. Ми щас достаємо диск, то що розорваний. І нам этот надо собрать. І все, і ми поїхали в дорогу. Я хочу сказати, що чувак, чувак сильно хитро сделаний, тому що це колесо стоить 10 евро. І то, що нас щас разводят на 15, верні, сначала 30, але ми розторговалися на 15, він легко согласився. Це типо... Я молчу, тому що у нас типо тупо безвыходна ситуація. Але вообще це колесо стоить десятку, везде 10 евро стоить це колесо бушне. А ви, ребята, на цьому колесі не ехали? Тільки поставили? Ми поставили, проехали 100 метров, у нього було 22, короче, 1,5 очка. Ми приїхали сюди, почали його качати і поняли, що йому вафли. Вранжуватив. А можеш це склеити? Звичайно. Тільки оставшуюся части. Чуть-чуть подождати. Чуть-чуть подожди. Так є, зараз несям. Не з те оставшуюся части? Тому буде плохо балансуватися. Да, балансуватися буде не дуже. Тепер д' período. Тепер д衡 hailitar flip. Тепер д衡 Тепер дьохів. Тепер дьохівelin. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и шо и шо? У кого-то руки под х заточены, наверное. Ваня, а что он крутился? Потому что кто-то наручник не поставил. Ваня сильнее значит был. А наручник ставили вы. А это пипец. Только во руки. Субтитры сделал DimaTorzok Правильно? Субтитры сделал DimaTorzok Ну левая, правая. Ну, одевается, ну, ширина, глубина, длина одинаковая. Ну, так а зачем его вытаскивать? Давай это пробовать пихать. Чтоб расстояние меньше было. Поджопники, под спинники. Ладно, все, поехали. Ваня, можно я? Хорошо. Давай. Складывай тут колесо. Лежи тут вот эту доску. Субтитры сделал DimaTorzok Вот тут, тут между ними колеса. Давай вот здесь буква Г. Вот буква Г. Как раз тебе нормально. Вот я двигаю, вот я буква. Ты не понял. Четыре колеса между разложенными вот так вот сиденьями. Тут и с той стороны. Смотри, вот буква Г тебе станет? Вот это если разложить, станет. Ставишь обратно к колесу, отодвигаешь колеса и второе сиденье также. Хватер я сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Не получилось. Чуть-чуть приподними. Вот это можно так и поставить сюда. Ваня, давай еще чуть-чуть поднимай. Что-то помогать? Вот так вот. Коль. Сильнее. Все. А дальше типа что царапается, а пацаны все равно покрасят, да? Да. Рафтеру по хору. Или вот так его перевернуть. Рафтеру. Просто, Ваня, надо было вот это нижнее сиденье положить чуть-чуть повыше. Вот как это. И оно зайдет. На втором не поставит. Воу. Слава есть. Все, полетели. В общем, ситуация следующая. Пока мы вот это мучились, въезлозились с колесом. Одна девочка приехала на Краковец. Стоит с утра. Ну это та, что скорострелом фигаки полетела. Вторые две приехали на Ягодын. Там 8 км в очередь. Им посоветовали приехать в Устилуг. Они приехали на Устилуг. Ииииииииииииииии они уже в Украине. По крайней мере, на украинской таможне вот прям сейчас в эту минуту. Парни наши, наверное, сейчас тоже поедут на Устилуг. а я поеду на ягодын потому что на устилуги не принимают автомобили с лафетом до заправляемся все полные баки и ну и как то так буду стоять на ягодыне они пройдут уже надеюсь что сегодня там посмотрим монстровидный мотоциклист злой как в общем на чужого 1 мая праздник трудящихся и даже в польше называется процесс свято праздник вот сегодня здесь нифига не работает а сейчас я нахожусь в польше еду в сторону государственной границы и очень сильно меня лично напрягает как человека который вовремя должен доставить автомобили это то что отсутствует топлива на украинских заправках поэтому сделаем ну такой на хитрый шагу через границу можно провозить 10 литров топлива но мы попробуем провести 300 так чтобы хватило на все машины вот а еще меня ну так трохи пентежить это то что на границах придется стоять несколько дней но там магазины сегодня в польше не работают завтра они не работают еды добыть негде поэтому придется травиться печеньками с заправок потому что на границе просто банально всего этого нет и самая большая проблема вот в этом всем то что поляки выстраивают все автомобили в одни коллеги и даже несмотря на то что разделили что одни едут на 8 пунктов будут стоять только на растаможку а остальные пункты будут работать в обычном режиме и не принимать автомобилей лезут сука во все пункты пропуска эти не растаможенные автомобили никакого порядка нет и все равно приходится стоять в общей очереди и нифига с этим не сделаешь потому что большинство людишек едут на нулевую растаможку с целью подзаработать денежек а беда заключается в том что нам придется стоять а каждый день это минус жизни людей на передовой поэтому проблема на самом деле с границами не решена и очереди просто огроменные вот то что сказали что надо ехать на другие таможни никого это не жарит все стоят как и стояли огромные очереди и нифига не изменилось мне есть конечно ряд порядочных людей которые сказали что растамаживаться там но они понимают что они заведомо станут на день-другой больше в очереди вот девочки которые поехала растамаживать автомобиль мы отправили три дня назад она до сих пор стоит в коллеге и стоять и еще долго вот ну а самые хитро сделанные лезут там где для гуманитарки будем надеяться на минимальный перевес в смысле чтобы не будет часть колес сергею загрузили часть колес пошла в крайсер суда а запаска еще влезет куда-то еще одно колесо такое же не влезет пацаны уже плачет говорят не влезет ну и у меня здесь немножко осталось все теперь поехали они в одну сторону я в другую я на ягоды ну как мы все на ягоды сначала если маленькая очередь проскочим все но если очередь огромная тогда я остаюсь потому что я на лафете а через устилук на лафете проезжать нельзя с машиной вот поэтому поэтому они так как они на номерах поедут эта машина к сожалению номеров не имеет норвежские машины когда снимают с учета их номера остаются в норвегии поэтому поэтому я поеду на ягоды и буду стоять столько сколько придется 5.4 5 километров 400 метров до границы это блин я не знаю насколько это времени но поехать на другой контрольно-пропускной пункт я точно не могу потому что потому что я с прицепом и с прицепом далеко не все таможни пропустят поэтому стою на ягоды не зато хоть видосик сделаем стали в очередь мы в ночь и как правило часто бывает ночью таможенники не шибко классно работают и есть возможность поспать подремать но не тут то было в прошлой части я рассказывал про девушку которая порывалась поехать одна и поехала потому что она на опыте она все знает она все умеет так вот мало то что наши девчонки они нормально выспались гостиницы и проехали быстрее чем проехала она потому что она шаталась ездила с одного пункта на другой и не прошла не там не там не там по итогу короче наши девчонки прошли а она оставила автомобиль на одном из контрольно-пропускных пунктов и просто уехал ситуация такая получилась потому что подсуетили девочку которая типа я умею ездить но все началось того что вместо слова здрасте она говорит я мне надо вот срочный все стоп срочно извините давайте поменяем водителя но девчонки меня уговорили типа все нормально мы справимся туда сюда мы встречаемся она хватает ключи все давайте срочно ехать я нон-стоп вот ска у нас а прям туда мне горит я не надо так делать едем все вместе ну как минимум есть схема по которой мы провозим есть документы есть все остальное нет я срочно окей на тебе ключи езжай поехала сначала поехала на на рову русскую там большая очередь не хочу поехала на грушу в полдня на грушу и простояла потом поехала на краковец говорю сделай экспортную декларацию в декларацию не сделала поехала без нее ее там развернули она злится опаздывает и потом а все же наши прошли на устилуге и она летит на устилуг ее там не пускают говорят машина снята с учета хотя мы провозили дофигище уточнение я никого не виню девушка все-таки вызвалась помочь она вызвалась это сделать абсолютно бесплатно я был злой на ситуацию то есть то что она не захотела слушать как нужно сделать правильно то есть не на нее это важно а именно на ситуацию ну и в конце концов это были просто эмоции короче ситуация такая одну из машин не пропускают потому что она на французских номерах хотя раньше гуманитарку на французских мы протягивали вот так на раз сейчас это не работает короче смысл в том что сейчас машину можно вывести только на лафете из минусов то что машина просто стоит под границей без присмотра а еще один минус заключается в том что у меня в этот раз два автомобиля которые нужно перетянуть через границу и третий минус это то что на границе вообще не вменяемая очередь план следующий сейчас я скинул этот автомобиль со спины но имеется виду с лафета поеду на устилуг заберу другой nissan привезу его поставлю на платную парковку здесь буду понимать как минимум что с этой машины все хорошо протащу один вернусь протащу 2 потеряю хреновую тучу дней зато не потеряю машину вот приблизительно такой план то что нужно сделать сейчас слушая в противном случае можно пролюбить все на свете так я договорился с парнем который там в очереди он не будет держать это все равно очередь как минимум до утра мне на устилуг съездить туда обратно не спеша с погрузкой это три часа времени ну ладно три с половиной вообще два с половиной но берем три с половиной на случай где-то если чего-то там что-то как-то не пойдет не так и вот такой план так сколько у нас это хрена за часа три ночи машину я оставил ее правда не видно но и сейчас дальше я заново стартую сторону польского кордона за следующей машиной за последней скажем так ну за крайне в эту поездку так вот мне ночью пришлось на платную стоянку сгрузить тут nissan navarra который я в принципе вез экстренно ехать на другую то можно забирать автомобиль который остался просто под границей не на платной парковке просто остался под границей я его там загрузил на вид благо у меня был второй комплект ключей и я просто поехал и забрал автомобиль чего-то там кричат мужики на дороге иногда проезжают автомобили которые едут с границы шурша шинами за грубо говоря часов 15 мы продвинулись меньше чем на километр то есть если с такими темпами это три дня железобетонно висим на кордоне и вот теперь меня вопрос сделали специально границу одним а вот такие вот шлёцыки кстати едут без очереди и потом где-то как-то все это покупается и вот друзья кто должен стоять в очереди зарабатывая денег а кто должен стоять в очереди просто так вот по своему энтузиазме я честно говоря энтузиазму с такими вот переходами по три дня стоять он тупо заканчивается и настроение делать что-либо хорошего полезного для нашей страны как-то его нету то есть как бы я не был хорошо замотивирован с другой стороны любой труп на эвересте он тоже был хорошо замотивирован человеком но во всем этом я действительно хочу помочь нашей украинской армии обещает что вы видите вот это машина стояла мы за ней стояли я как это поводишь то есть у вас хотя бы поводишь то есть я с харкковской области пив бело света объехала а вы влезли что то есть в этот раз все длиннее в этот раз больше суток и я только на таможню я еще даже не зашел на таможню я еще все на границе прошлый раз за сутки я прошел кордон и я думал что дофига а сейчас я понимаю что у меня все только начинается и я завожу одну машины мне надо вернуться забрать вторую веселье был только что прикол вот стоим и первые на очереди никого нету подъезжает литовская машина перед нами становится рекстон и выходит такой дяденька метр 90 типа ты кто такой ну смысле ему не спрашиваю чудо приперся я военный солдат как бы военные солдаты не сидят в окопах и как минимум военного солдата никто никогда не выпустит и машина это я по машине вижу что она не лизы с у тетя пограничник польский его с позором развернула пан в конец колейки в общем вообще уже охренели вот просто охренели прикрывается именем военных не страна хер знаю я очень свято верю что вот то чем я сейчас занимаюсь это все будет не зря и вот когда в она закончится а в принципе и в процессе когда она уже будет идти к закату все станет на свои места как говорится бог шельми метит и и здесь тоже пометит и будет счастье в больше мы простояли более суток и заезжали в украину в три часа ночи план был очень простой заехать в украину остаться в гостинице поспать нормально выспаться потому что ну я понимаю вот стоим в колейке я глушу двигатель я моргаю закрываются глаза и уже слышу как стучат меня будет в окно то есть вот только заглушился двигатель идет моментальный провал в таком состоянии я заезжаю в украину в надежде найти гостиницу гостиницы на ближайшие 60 километров в сторону глубину украину вот нету все занято ни одного свободного номера даже блин хостел и без душа без туалета просто койка нету соответственно я на и хитрейший из украинцев принимаю волевое решение в обратную сторону нету очереди в принципе ну и план такой я залетаю в польшу в польше даже на границе можно остановиться в гостинице потому что там есть свободные места и я думаю сейчас хопа 40 минут проезжаем поляков и все да ну не тут то было поляков мы проезжали часа наверное три и вот почему сейчас объясню украинская сторона нас выпускает хорошо быстро все замечательно заезжаем к полякам и тут нас начинают мариновать во первых очень долго ожидали пока будет какой-то наш осмотр во вторых после осмотра нас отправляют на дополнительный осмотр и вот теперь когда уже выспавшись гостиницы я понимаю почему то есть поляки видят состояние сидит чипок какой-то за рулем со стеклянными глазами такой тупо полу невменяемый еле базари там язык заплетается охреневший уставший небритый злой и естественно наверняка не давай же дополнительный осмотр ищем наркотики потому что чувак ну трохи не в себе они что не знают что я до этого твой суток плохо спал поляки начали над нами будем откровенно говорить издеваться потому что на польской таможне мы провели я не знаю часа полтора под козырьком пока они соизволили потрусить булками посмотреть что у нас машине потом додатковый контроль становись под стенку еще хрен знает сколько ждали пока кто-то придет потом пришли все пан может ехать мы едем туда приезжаем к браме тетя говорит нифига вас в базе нету вам у вас додатковый осмотр я говорю да уже все есть не нифига нету и вот это с лафетом задним ходом по таможне пришли тот по все езжать я же фонариком поморгал приезжаем еще раз на ритни фига нету вот нет у вас в базе просто какая-то пидорости другого слова у меня нету вот но с третьего раза уже там все ударили по клавишам проехали но уже был рассвет уже не до спать поэтому поехали стали в колейку ну что наша песня горна но починаем ее снова третий день без нормального сну проехал и снова заняты чергу сзади приехал лучина зараз я иду с фотографу его номера да поеду завантажусь автомобилем сейчас буду паковать последний автомобиль я думаю еще на сутки я залипаю в польше а потом будет счастье ну я в это хочу верить уж а впереди еще такой себе сюрприз попробуй угадай где найти топлива но так в общем то в общем то вроде бы ничего слову пока снимал стропы парень подписчик меня узнал андрея зовут андрей передаю огромнейший привет очень приятно человек увидеть на чужбине когда тебя узнают ну приятно скажу приятно да так вот я пока разгружал стропы какая-то сволочь ударила пикапчик этого вроде бы не было так ну топлива не потянули уже хорошо запаска есть да так вот пока я стропы скручивал андрей свалил так толком нормально не пообщались ладно гружу я думаю андрей смотрите канал большой вам привет большое спасибо занял за парнем очередь спрашивают и стоишь да я стою все нормально поехал загрузил машину заправился топливом под завязку проехал мимо нету проехал еще раз нету звоню слушай дружески хотя бы локацию где то есть ой я уехал кто он после этого ну ладно у меня и я еще предыдущих папа папа предупредил но не взял номер телефона сейчас поэтому поэтому сейчас пойду я их искать я я разумею да а если у нас на кардоне с мопцем он мне место тримал я ему и когда я скажу что это автомобиль пиде на вину он сейчас полуночку пройшли все автомобили вина виде и хлопцам тушенки вся карабная ну я не знаю тушенки не тушенки какие-то консервы и хлопчина захотел быть таким непометным каже ненене я в кадре не хочу з'являтся и избег анатолий дуже великий вам приведу же велики дякую відмена особисто и від хлопцем красота лес птицы поют практически нетронутая природа так слегка где-то заслана польша граница еще я думаю кстати я вот лег поспал грубо говоря сколько я 8 лег сейчас начало 12 и мы продвинулись пипец дофига очень дофига я не знаю сколько но осталось я думаю километра три то есть километра на два мы продвинулись уже это за три часа это это то вау дофига то очень хороший показатель попробую еще поспать хотя наверно уже не заснул третье сутки ягодын хочу спать хочу есть хочу в душ вообще хочу вылезти из машины как бы мне машина не нравилась но иногда нужно ходить разминать булки иногда хожу разминаю но уставший значит по итогам в планах сегодня в ночь пройти это если конечно никакого висяка в базе не будет или еще какого-то геморроя или еще какой-то очередной гуманитарной колонны которая едет без очереди жрет очень много на времени на оформлении еще из приколов девочка таня оставила машину с пустым баком то есть задумка была в чем я всем купил канистры всем заправил полный бак но она тут накатала по польше так что топлива не осталось и машина сейчас украине стоит с пустым баком а продают там были топлива есть на всех заправках ну есть и но иногда по крайней мере сейчас такая ситуация искренне верю что через ней неделю она изменится но если вчера еще давали вернее позавчера давали по 20 литров было ограничение вчера по 10 сегодня уже по 5 и я не знаю я наверно перееду границу будет а ограничение в 3 литра то типа капнуть в бак и пукнуть в шинку и поехать в сторону домой на смысле колеса надуть накачать вышел из ситуации следующим образом поехал в хелм на заправку забрал там последних 5 10 литровый канистр ну что других нету есть для воды но там с краником короче не подойдет единственные канистры которая нашел это 10 литровая последние пять штуки вот 50 литров солярки вот в этот прекраснейший автомобиль я загрузил тем 200 короче там литров 300 топлива сейчас в машине я буду рассказывать это можно я еще не понимаю но что-то мы придумаем вот вот такие вот планы голова болит квадратная пипец на перед перемена погоды будет или просто надо выспаться короче ситуации только же интересная была стоим на мосту заехали и получается так что полицейские для того чтобы пропустить большой груз они разгоняли всех и запустили нас в правую колейку из мы стояли перед мостом а правая пустая ну для грузовиков ним и фигак на мост едет навстречу парень типа друзья готов поменяться своим местом ну то есть впереди уже внизу меняя свое место на место это я сначала вообще не в курил чего где куда как или зачем ну какой смысл в этом есть блин не надо там какого-то чего-то дождаться ну ладно хорошо еду действительно место уступает все смотрят а теперь до меня дошло ему сад отбить на одном смысле ему надо ему надо ндс вернуть на немецкой машине а он стал в зеленый коридор и здесь этого сделать нельзя поэтому грубо говоря сделали здесь взаимопомощь он стал в красный коридор где стоял я я стал в зеленый метров на 400 вперед большое спасибо за такую манипуляцию блин 11 вечера мы еще в польше то есть грубо говоря в украине уже 23 00 а тут движняк такой еще мы даже не доехали до въезда польшу я уже залипаем уже что-то как-то ничего не хочу это адский ад как еще можно подчеркнуть это в общем как ни крути проход занимает сейчас сутки меньше не получается с учетом даже того что меня пропустили в очередь очень нравится вот закат за автомобилями правда не видно за этой здоровенной очереди но сейчас он в проблеске будет не видно все равно за деревьями закат очень хороший я увидел какой он сейчас закат вот это меня уже плющет не закат а рассвет третий рассвет наверное который я встречаю в автомобиле наверное а точно третий рассвет который я встречаю в автомобиле и друзья хочу сказать вот те кто в комментариях гундят что я пиарюсь на войне и всякое такое знаете что идите вы в жопу вот попробуйте сначала привести сделать то же самое хватит ли у вас сил здоровья вообще вдохновления потому что закат потому что вот есть люди которые даже с опытом но все равно они очень быстро сдуваются когда сталкиваются с такими либо трудностями я не скажу что мне это легко я не скажу что мне это нравится я знаю что для того чтобы достигнуть результат нужно сделать некоторые действия и вот эти вот некоторые действия они порой настолько геморрой на они абсурдные относительно вот нашей системы и всего остального абсурдно абсурдный со стороны точки зрения людей и со стороны того что одни сидят в окопах другие таскают себе ради наживы автомобили я очень надеюсь что война все таки расставит точки на свои места так или иначе шо в лук шо в пол я все таки верю что у нас после победы наведем порядок и дальше будет все хорошо извините торможу потому что вот утро сейчас приняли решение ехать все таки в гостиницу несмотря на то что гостиничный номер оплаченный скоро уже заканчивается но все равно вот это скоро заканчивается нужно поспать нормально потому что три дня не спавшие это бедерция так делать нельзя вот даже человеку который вот уверен а я в себе уверен я в своих действиях уверен вот когда я еду и начинаю залипать и сразу на боковую на заправочку но вот здесь вот сейчас такой скользкий момент может быть что так вот просто хлопнешь зрачками как говорится и проснешься где-то в в яме поэтому вот эти вот я не знаю сколько часов нам осталось часов 6 наверное этого хватит за глаза выспаться принять душ позавтракать и со спокойной душой повести пацанам автомобиля потому что на самом деле плюс-минус 6 часов уже нифига не сыграет классно прекрасно выспался уже слегка прихожу в чувство потому что вчера уже неимоверно тупил неимоверно тормозил мы сейчас едем и оля мне рассказывает о том как я вчера тупил ну где-то фрагментально я что-то помню но вот сейчас анализируя вот эту вот всю ситуацию это охренеть как тяжело я щас объясню грубо говоря колейка до поляков остается метров 25 наверное и я уже все я уже выключаюсь потому что три дня я три ночи я практически не спал поляк уже подходит то есть они же как обычно светят фонариками и если не сильно спишь лучи то если не сильно уставший то луч светит так что просыпаешься здесь светили так что уже сам поляк подошел стучит в окошко а я просыпаюсь ё-моё где машина заводится где я вообще нахожусь то есть что ты какой-то чувак стоит что ты от меня хочешь я потом включился понял что это пограничник уже подошел и он как увидел мое состояние короче чувак не хотел выписать 500 золотых штраф мы уже пошли я уже снял денег с карты но я понимаю что мне в любом случае надо проехать ну я ему объяснил что для военных мы провозим вторую машину он говорит слушай дружище так делать не нужно ты должен отдохнуть я это сам понимаю но я еще понимаю что мне надо переехать как минимум границу и вот когда анализируешь эту ситуацию да это охренеть как вот так я не помню вообще в жизни в своей уровень такого утомления утомление сейчас расскажу что получается мы типа приносим машину обсуждаем там пацаны еще сломали for the range которого мы неделю назад дали ему перегрузили там лопнула рессора стоим обсуждаем параллельно мы вот я сегодня всю дорогу ехал листал скорой помощи геннадий говорит а кому-то скорая помощь нужна то я вот притащил и надо кому-то ее выдать подарить и мы тут охеревшим и денег собираем на эту блин уже две недели а здесь бабацы и просто подарок судьбы так что я понял а да взяли а? да взяли под николаевом так а что она типа поломана или нет у нее гидрач не работает а так это это ты историю не знаешь с этой машиной ну а не что за история короче там достаточно веселые передали с парням эту скорую помощь покрасили все красиво ажурно они еще в Киеве стояли и такие звонят слышу батил по телефону говорит а мы ее до этого обсужили и отдали парням батил говорит по телефону то да говорит по ходу турбине жопа свистит вперед короче черным дымом летит я говорю подожди как по турбине там бензинка потому что там я еще говорил потому что там карбюраторная машина ну в общем как то так парни кормили ее дизелем 3 дня пока не перемешали до конца бензин с дизелем ну так в принципе нормально и оно ехало при этом? оно ехало я лично на ней ездил по буче катался короче с рулем вот этой скорой на дизеле то есть оно просто перестало заводиться потому что цитановое число превысило октановое ну просто перестало взрываться там от свечей Жень я думаю проблема решена сейчас я еще отстегну короче скорая есть она правда не автомат будет учиться на механике там просто парень который медик он давно на механике ездил короче за полчаса я думаю в чистом поле вот так вот научиться нет а если еще в горячем месте то ну очень быстро научиться да все а так ты прямо передач или еще что то я думаю надо я делайте что хотите ээээээ... я думаю что можно даже блин сейчас вряд ли завтра можно я к獲ier забрать Да ей бы гидронасос бы поменять. Сколько денег? Давай я куплю сюда гидронасос. Найди, пожалуйста. Хорошо, я влечу вам тасваговский там, да? Меняем гидроусилитель, полностью обслуживаем и, в принципе, она внутри хоть как-то оборудована. Да, там на съелке, короче. Так иди вон-то, смотри. Идем посмотрим. Наверное, дома нет никого. А ключ есть? О, наверное, смотри. Твой леч. Честно, она же, это не по сильным труду. Так, Женя не этот самый, я ему сейчас видосик запрошу. Да ладно, в районную Ерщи ездить. В районную Ерщи ездить. Короче, прикиньте ситуацию. На вот эту скорую помощь собирали денег жители дома, где живет Женя. Его куча знакомых собирали, собирали, все равно собирали там меньше половины суммы. И вот эта вот скорая, она оказалась очень кстати. Ну вот очень кстати. Батил, Батил это позывной парня, который привез этот автомобиль с поля боя на ремонт. Так вот, кстати, он еще собственник вот этого СТО, на котором мы ремонтируем автомобили. Так вот, он рассказывал вещи. Ну, для них очевидные, простые, для меня вообще непонятные. В голове не укладываются. Короче, прикиньте, поле, чистое поле. Ни деревца, ни кустика, вообще нигде не спрятаться. И солдаты просто бегают по полю и там воюют, стреляют. То есть они вот так вот на ладони, их тупо видно, прикидывайте. И это я к чему все рассказываю. Вот люди часто пишут, что наши парни сдают позиции. Друзья, пожалуйста, блин, не пишите такого, потому что наши парни, они делают вообще невероятные вещи. В чистом поле держат позиции под постоянным огнем. В общем, спасибо. Не пишите дурню, если вы этого не видите. Мы очень благодарим каждому, кто помогал, начиная с самых, скажем, кто-то 200 гривен, кто-то 10 тысяч, кто-то сколько кто-то мог. И все мы гуртом взбрали гроши. Все гуртом, хлопцам, очень благодарим, что они машину довели до ладу, на СТО, отремонтировали. И если даже хотя бы одно життя будет врятоване, то это стоят все, все затрати, все силы. Воно того стоит. И если бы не таки люди, как вы, то мы, конечно, не могли бы всего. Так что, так что, дякую вам. Прорвемся. То есть, пока у нас есть возможность, пока у нас есть натхнение, мы это делаем. А натхнение, оно будет, когда вы показываете неимоверный результат. Дуже вам благодарны, всем военнослужащим, и в частности вам, за то, что нас обороняете, рискуете своим жизнью. Это мы, скажем так, тут сидим в тилу, и ничего не делаем. Ну, мы готовимся. Ну, вы, вы сейчас в ротации, я понимаю, но все равно, вам очень большое спасибо за то, что вы делаете великую справу. Слава Украине! Героям слава! Скажу честно, после этой поездки у меня просто тупо опустились руки. Я в этой жизни не хотел уже ничего. Но, каждая встреча с военными дает некое вдохновение, дает силы доводить начатое до конца. Еще хочу сказать огромное спасибо вам, потому что вы донатите, мы привозим автомобили. И, в очередной раз хочу сказать спасибо всем неравнодушным людям, а неравнодушных людей среди вас. ой-ой-ой, как много, потому что без вас вот этого всего бы не было. Мы бы не смогли привезти столько машин без вашей помощи. Еще раз огромное спасибо. И кто хочет присоединиться, реквизиты внизу. Еще хочется сказать, что хорошо, что власть, ну, как-то так, худо-бедно, но решила вопрос с границами, имеется в виду с очередями на границах, потому что сейчас не приходится стоять сутками, в этом тоже большой плюс, потому что вот эти стояки очень сильно выбивают из сил. Друзья, на сегодня все. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Не болейте, не тупейте, перемогов будь, какому выпадку за нами. Слава Украине!